Дамы и господа, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым Жумарт Кемелевич Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров, вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Гербертович Григорян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Владимирович Мясникович, модератор пленарного заседания Александр Николаевич Шохин. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Прежде всего, я хотел бы приветствовать лидеров государств, членов Евразийского экономического союза. Хотел бы напомнить, что это у нас уже второй Евразийский экономический форум. Первый ровно год назад состоялся в Бишкеке. И, безусловно, наш форум укрепляет свои позиции во многом благодаря тому, что в пленарной сессии участвуют лидеры государств, членов ЕАЭС. Несмотря на непростые международные условия, ЕАЭС продолжает развиваться, что, безусловно, находит отражение в конкретных показателях. Взаимная торговля растет. В 2022 году она выросла более чем на 10% и превысила 80 миллиардов условных единиц долларов США. При этом по отдельным странам имел даже кратный рост, имел место, что привлекло внимание известных органов страны США и Европейской комиссии даже. Инвестиции также динамично развивались. По оценкам Евразийского банка развития, взаимные прямые иностранные инвестиции в середине прошлого года превысили 26 миллиардов долларов США. Тем не менее, безусловно, необходимо закреплять положительные тенденции, что, безусловно, требует объединения усилий в селях ключевых участников. Это и государственные органы, и общество, экспертное сообщество, ну и, разумеется, бизнес-сообщество. Участники форума много сегодня об этом говорили. В этом году состоялось уже большое количество сессий по ключевым проблемам, в том числе и сессия Делового совета Евразийского экономического союза. РСПП в этом году председательствует Деловом совете ЕС. И такая сессия, как бизнес, как драйвер евразийской экономической интеграции, дала нам дополнительные примеры того, где мы находимся и что надо делать. При этом, безусловно, важно исходить из принципа полномерности, как базового подхода, который объединяет и полноценность, и планомерность. Владимир Владимирович, Вы меня критиковали два месяца назад на съезде РСПП за то, что я там придумываю новые термины, но вот предлагаю этот термин как-то застолбить полномерность. По мнению бизнеса, сегодня особое значение приобретает реализация задач и планов развития, которые зафиксированы в ключевых документах и прежде всего в стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. О важности оценки и взвешенного анализа проведенной работы, Владимир Владимирович, Вы говорили в своем обращении к лидерам государств ЕС. Это также отмечал и на предыдущем заседании Высшего Евразийского экономического совета Касым Жамарт Кемельевич и другие лидеры. Наш опыт показывает, что успешное завершение данной работы требует не только позиции лидеров и государств-членов, но и увеличения полномочий Евразийской экономической комиссии. В отношении уже согласованных направлений стратегии 2025 от научно-технического сотрудничества, образования, здравоохранения, не говоря уже о техническом регулировании и цифровизации до спорта и туризма. Не менее важным видится и запуск таких ожидаемых бизнесом институтов и инструментов, как Евразийская перестраховочная компания, финансирование Евразийской промышленной кооперации и средств ЕС. Бизнес в лице делового совета ЕС и наших организаций-членов готов нести вклад в донастройку стратегии евразийской экономической интеграции и адаптации этой стратегии к меняющимся международным условиям, адаптации текущих планов. Но вместе с тем не менее важно понимать, каким будут дальнейшие среднесрочные и долгосрочные направления развития союза в условиях установления многополярного мира. Я хотел бы обратиться к Владимиру Владимировичу Путину, как к председателю Евразийского высшего экономического совета. Владимир Владимирович, в своем обращении к главам государств-членов ЕС в качестве председателя высшего Евразийского совета Вы в том числе предложили разработать новые документы двухсрочного планирования, которые определят основные векторы интеграционного взаимодействия на период до 30-го и даже 45-го годов. Насколько мы понимаем, эти горизонты основаны на понимании полномерной реализации стратегии 2025. И еще хотел бы вам задать вопрос, связанный с изменением мировой геоэкономической ситуации. Мировая система сегодня проходит этап серьезной трансформации и перехода к многополярному миру. Это, безусловно, влияет и на экономическую ситуацию, на отношения экономические, не только на геополитику. Как Вы, уважаемый Владимир Владимирович, оцениваете эти события, эти исторические и тектонические сдвиги, применительно к экономическим проблемам в контексте роли и места ЕС в этих процессах? Хотел бы пригласить Вас, Владимир Владимирович, к трибуне. Давайте поприветствуем Владимира Владимировича. Большое спасибо, уважаемый Александр Николаевич, дорогие друзья, дамы и господа. Я всех рад приветствовать, постараюсь ответить на те вопросы, которые были сформулированы нашим ведущим. Хочу отметить, что форум, на который мы сегодня собрались, теперь будет проводиться регулярно. Мы с коллегами договорились об этом в Бишкеке в декабре прошлого года. Столь широкий состав присутствующих в этом зале официальных лиц, предпринимателей, экспертов, представителей общественных организаций из стран пятёрки и из других государств, говорит о том, что роль этого объединения нашего повышается, растёт. Говорит о быстро меняющемся мире, о котором Александр Николаевич упомянул, об успешном развитии евразийской интеграции и о том растущем интересе, который наша организация вызывает за рубежом. Считаю, что тему форума «Евразийская интеграция в многополярном мире» весьма актуальной. Она охватывает наиболее важные вопросы, стоящие сегодня перед Евразийским Союзом и связанные с созданием благоприятных условий для экономики Евразии и развития сотрудничества на всём пространстве Евразии. Мы видим, что на глобальной арене происходят действительно глубокие фундаментальные перемены. Всё больше государств берёт курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной независимой внутренней и внешней политики, придерживается собственной модели развития. И все они выступают за построение новой, более справедливой архитектуры международных экономических отношений. Стремятся конструктивно влиять на мировые процессы, расширять сеть партнёрских связей, основанных на взаимной выгоде, уважении и учёте интересов друг друга. Это звучит несколько банально и как штамп, но на самом деле это на практике происходит в действительности, в реальной жизни. Важно, что с этими подходами солидарно большинство участников международного общения. Я хочу это подчеркнуть. Вот с таким подходом солидарно большинство участников международного общения. Это не пустые слова, так и есть на самом деле. Мы активно сотрудничаем с крупными международными объединениями, такими как БРИКС, Шанхайское организационное сотрудничество, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Советом сотрудничества Арабских и государств Персидского залива, с многосторонними организациями Латинской Америки и Африки. И, конечно же, таким курсом следует наша страна, страна, принимающая сегодня этот форум, Российская Федерация и все наши партнёры по Евразийскому экономическому союзу. Мы, безусловно, заинтересованы в честном, продуктивном, прагматичном взаимодействии. Все, и хочу это подчеркнуть, отвечая напрямую на вопрос нашего ведущего, на все, кто поступает, думает и делает иначе, наносят ущерб мировой экономике, стреляют, по сути, себе в ногу и в ногу тем, кто пока ещё вынужден подчиняться их диктату. И, кстати говоря, в этом смысле они только усиливают тот нисходящий тренд развития, своего собственного развития, о котором прямо пишут международные эксперты, в том числе и эксперты из Соединённых Штатов. Они вот такой своей экономической политикой только усиливают нисходящий тренд своего собственного развития. Как я уже сказал, просто стреляют себе в ногу. Но это их выбор, а мы в любую секунду, в любой момент готовы сотрудничать со всеми, кто хочет работать с нами на тех принципах, о которых я только что сказал. И сотрудничество на этих принципах всецело идёт на пользу участникам Еврозес. Сейчас хочу вернуться к нашему объединению. А цифры говорят сами за себя. Кстати, они сами за себя. Цифры говорят и о так называемом нисходящем тренде развития ещё сегодня достаточно мощных центров мировой экономики. Эти цифры приводятся международными организациями, которые, кстати говоря, находятся под их контролем. Но просто объективно говорят о существующих в мире тенденциях. Также цифры говорят о том, как развивается экономика тех стран, которые следуют другим принципам развития взаимоотношений. Так вот, цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и факторы неопределённости общей ВВП государств Евразийского союза до 2022 год сократился. Но сократился на 1,6%. А некоторые эксперты там, так скажем, как у нас в народе говорят, предсказывали совсем другой сценарий, совсем другой такой обвальный сценарий. Ничего подобного не происходит, не произошло и уже явно не произойдёт. Явно не произойдёт. Напомню, уже и наши эксперты международные для России показывают рост ВВП. Сначала говорили 0,7%. Напомню, что в ведущих экономиках Евросоюза там минус, минус показывают эксперты на текущий год. У нас сначала говорили плюс 0,7%, теперь уже говорят плюс 1,5%, а может быть к 2% будет. И это очень обо многом говорит. Значит, вообще достаточно уверенными темпами растёт торговля внутри Евразия, что также является значимым индикатором эффективности нашей совместной работы. Вот в 2022 году товарооборот увеличился на 14%, 83,3 миллиарда долларов. Ни для кого не секрет, что наши западные оппоненты пытаются уговорами, посулами, различными шантажом заставить многих наших партнёров свернуть выгодное сотрудничество с Россией. При этом совершенно их не волнует, какие убытки это принесёт соответствующим государствам и их народам. Отмечу в этой связи, что Россия всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами. И мы выполняем в полном объёме, хочу это подчеркнуть, в полном объёме выполняем и в срок договорённости, принятые в рамках Евразийского экономического союза. Да и вообще наши договорённости мы выполняем в полном объёме. Вот не хочется сейчас возвращаться к тому, о чём постоянно и много вещали наши оппоненты по поводу энергетического кризиса в Европе. Но я хочу ещё раз вспомнить о том, что кто виноват в этом. Да, кризис был, сейчас, слава Богу, цены приближдаются к экономически обоснованным на энергоносителе. Но кто виноват в том, что произошло? Северный поток-1 взорвали, Северный поток-2 не открыли, маршрут Ямала-Европа газовый через Польшу. Польша закрыла. Мы, что ли, закрыли? Они же закрыли. Значит, две нитки газопровода через Украину, Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит. Мы все свои обязательства выполняем в полном объёме, хочу это подчеркнуть. И, конечно, в первую очередь делаем и будем это делать в отношении стран Евразийского экономического союза. Особо упомяну ситуацию в транспортно-логистической сфере. Очевидно, что сегодня возросла актуальность выстраивания новых устойчивых логистических цепочек и ускоренного развития международных маршрутов. Этой работе мы придаём большое значение как в рамках Евразия, так и за его пределами, в том числе по проекту коридора «Север-Юг». Буквально на днях мы с иранскими коллегами подписали соглашение о прокладке участка железной дороги Реш-Тастара. Это позволит связать российские порты на Балтике и Северных морях с иранскими портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Строительство новой ветки начинается уже в текущем году. Взаимодействие в контексте создания этого коридора ведётся в тесном партнёрстве с Азербайджаном. Мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки и подписания соответствующих документов в трёхстороннем формате с участием азербайджанской стороны, а именно соглашение о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту Север-Юг. Полноценный запуск данного маршрута позволит обеспечить ежегодный транзит до 30 миллионов тонн грузов, и эта железная дорога сможет успешно конкурировать за грузопотоки с традиционными торговыми путями, будет способствовать появлению новых региональных транспортных и производственных центров на всём евразийском пространстве. А это десятки тысяч рабочих мест, дополнительные возможности для развития всех стран-членов Евразии. Кардинальные изменения происходят и в международно-финансовой сфере. И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удаётся не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов. Мы ведём курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчётах и намерены ещё активнее работать с партнёрами во всём мире и Евразии, в том числе для полноценного перехода на национальные валюты. На использование национальных валют во внешнеторговых расчётах приходят и многие другие быстро развивающиеся экономики мира, в том числе Китай, Индии, государства Латинской Америки. И важно координировать совместные усилия по формированию такой новой децентрализованной мировой финансовой системы. Конечно, от этой децентрализации будет в значительной степени зависеть устойчивость всех мировых финансов. Чем более децентрализованная будет, тем для мировой экономики будет только лучше. Она будет меньше зависеть от кризисных явлений в тех странах, которые до сих пор располагают за таким преимуществом, как мировые резервные валюты. Повысят безопасность не только расчётов, но и всей мировой экономики. Сделают работу в сфере экономики деполитизированной. Хочу особо подчеркнуть, что в нашей работе в рамках Евразес мы всегда поддерживаем инициативы, исходящие от инвесторов и вообще от представителей бизнеса. В качестве примера приведу запуск евразийской – вот здесь Александр Николаевич тоже уже говорил – евразийской перестраховочной компании, которая позволит активнее вкладывать капиталы на рынках Союза и других государств. Мы приветствуем деятельность по созданию Евразийского консорциума национальных институтов развития. Он станет площадкой для обмена опытом и лучшими практиками, окажет поддержку предпринимателям наших стран, позволит сформулировать единые подходы к продвижению перспективных кооперационных проектов. Одну из приоритетных задач Союза видим в обеспечении технологического суверенитета. Наши страны обладают достаточным научным, кадровым и производственным потенциалом для выпуска качественной высокотехнологичной продукции, способной выдержать конкуренцию на глобальных рынках. Мы понимаем, что это один из самых важных, наверное, моментов на сегодняшний день, потому что обеспечение технологической независимости – это, по сути дела, суть сердцевина экономической и политической независимости. По мере углубления интеграции растёт и взаимная заинтересованность подготовки высококвалифицированных специалистов, кадров. Но сущной необходимостью стало сближение научных и образовательных программ на пространстве Евразии. И здесь речь идёт как об унификации образовательных стандартов, так и о развитии независимых евразийских наукоёмских систем и библиотек, доступных исследователям из всех наших стран. Наше объединение поддерживает и другие инициативы, которые нацелены на развитие всей Евразии. В частности, мы продолжаем работу с Китайской Народной Республикой по сопряжению интеграционных процессов, развивающихся в рамках Евразии, с предложенной китайскими друзьями инициативой «Один пояс, один путь». И тем самым последовательно реализуем масштабную идею построения большого евразийского партнёрства. Евразийский союз также проводит активную линию на расширение дружественных связей с другими государствами, расположенными в ближнем зарубежье, в Азии, с Индией, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке, государства, которые представляют абсолютное большинство населения мира, являются драйверами, на сегодняшний день это драйверы роста мировой экономики. Они являются ключевыми точками притяжения инвестиций и узловыми центрами новых транспортных маршрутов. За последний год активизированы переговоры по созданию зон свободной торговли с Ираном и Египтом, запущены аналогичные консультации с Объединёнными Арабскими Эмиратами, с Индонезией. Ведётся предметный диалог в рамках реализации международных договоров с Китаем, Вьетнамом, Сербией, другими нашими торговыми партнёрами. Дополнительное наполнение получила сеть диалоговых механизмов Евразийской экономической комиссии. Уважаемые коллеги, Завтра вместе с присутствующими здесь лидерами государств пятёрки проведём очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Примем решения по дальнейшему углублению интеграции. Сосредоточимся на вопросах обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорения цифровой трансформации, устранения регуляторных и торговых барьеров, развития транспортной инфраструктуры, о которой я уже упоминал. Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что мы высоко ценим заинтересованность всех партнёров по Евразии в выстраивании нашего сотрудничества. Уверен, что накопленный нами интеграционный опыт может быть использован для развития существующих и создания новых форматов взаимодействия на всём пространстве Евразийского региона да и мире в целом. Ну и в заключение хочу пожелать всем участникам Евразийского экономического форума успешной работы, плодотворного общения. Уверен, что начало, которое мы сегодня положили, как я уже сказал в своём выступлении, регулярным контактам такого характера и такого уровня, вот этот старт будет успешным. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Владимир Владимирович, за такое ёмкое и глубокое выступление. Хотел бы пожелать удачи завтрашнему заседанию Высшего Евразийского экономического совета. Наш следующий спикер – это президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Александр Григорьевич, я не знаю, слышали или видели Вы ролик, который показывали перед началом. Там ссылка была, что евразийская интеграция началась в 1994 году с соответствующего выступления султана Абеща Назарбаева в Московском университете. Я помню Вашу первую инаугурацию, я тогда возглавлял делегацию российскую на Вашей инаугурации, по-моему, июль 1994 года был. И могу с уверенностью сказать, что Вы патриарх интеграционных процессов на постсоветском пространстве не в меньшей степени, чем президент Назарбаев. И, безусловно, поскольку Вы стояли у стоков интеграционных процессов, я помню, как Вы хотели сохранить экономические связи на постсоветском пространстве, и Вы в этой сфере можете оценить, что удалось сделать, что нет, и всё-таки как Вы оцениваете современный этап развития евразийской интеграции. Ну и, в частности, учитывая специфику экономики Республики Беларусь, какую роль играет промышленная кооперация в обеспечении технологической безопасности и технологического суверенитета в странах ЕАЭС, ну и какие направления будут приоритетными для Беларуси в ближайшее время. Как Вам удобно, Александр Григорьевич? Трибуна. Александр Николаевич, хорошо, спасибо, что Вы окунули нас в историю евразийства нашего. Если уж говорить откровенно, я как человек бывалый присутствовал у истоков многих процессов. Так вот, должен Вам подсказать, что наше евразийство, евразийство нынешний, ЕАЭС, начинался на кухне у президента Путина. Действительно было так. Вот он здесь присутствует, подтвердит. И тогда замысел был хороший. Я помню, когда он пригласил нас домой. Особенность этого момента заключалась в том, что с нами тогда была Украина. Леонид Данилович Кучма, хотя я своему коллеге говорил, что из этого вряд ли что-то получится в силу той ситуации, которая уже тогда начала складываться у нас на постсоветском пространстве и здесь, в нашем регионе. Но тем не менее, аж 28, по-моему, документов, Владимир Владимирович, мы разработали вместе с Украиной. Но потом Украина от этого процесса, как я и полагал, отошла. Заслуга Нурстана Абишевича заключается в том, что как бы мы ни пытались порой, особенно Россия в те времена, придать нашему союзу некий политический характер, может быть, чуть-чуть военно-политический характер, он всегда, Нурстан Абишевич, держал нас в рамках экономического союза. Ни шагу, ни влево, ни вправо. Мы создаем экономический союз, поэтому только экономика. Но поскольку решения принимали всегда консенсус, мы пришли к тому, что имеем на сегодняшний день. Ну, Александр Николаевич, так, поскольку вы подняли этот вопрос, я думаю, к месту было бы об этом сказать. Уважаемые друзья, уважаемые участники, полагаю, что здесь присутствуют, искренне говорю, это крупные специалисты, экономисты, сторонники нашего евразийства. Есть люди, которые думают, иначе замыкаются в национальных рамках, но тем не менее люди заинтересованные собрались в этом новом зале. Как было сказано предыдущим оратором, президентом России, приведение Евразийского экономического форума, приуроченного к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, уже стало новой традицией, становится новой традицией, хорошей традицией. Последнее время мир живет в обстановке постоянной напряженности и неопределенности. Это тоже, естественно, в переходный период от старой, скажем, эры к новой, к которой мы стремимся, имя которой многополярность. Кризисы, финансовые, пандемийные, геополитические сменяют друг друга так быстро, что люди просто не успевают перевести дух и теряют, к сожалению, уверенность в завтрашнем дне. В экстраординарных условиях мощным якором всегда является стабильная экономика. Но экономические границы любого государства сегодня настолько прозрачны, а торговые сети до такой степени переплетены, что добиться экономической устойчивости в одиночку практически невыполнимая задача ни для одного из государств. Поэтому любая страна заинтересована в участии в мощных региональных и международных объединениях. Ну, к примеру, такие как ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСИА. Поскольку сегодня мы находимся на площадке Евразийского экономического форума, то и говорить будем про актуальные для нас темы, связанные с индивидуационной повесткой. Да и какое-то слово такое матерное. Модератор наш тоже задает тон в этом направлении. Поэтому будем придерживаться этого курса. В связи с этим, первое, что я хотел сказать. Международное позиционирование нашего союза. С момента обретения независимости Беларусь всегда была в авангарде интеграционных процессов. Это Айсан Николаевич только что сказал. Один из приоритетов для нашей страны, для и всего нашего Евразийского союза – укрепление региональных и трансконтинентальных альянсов. Это новые центры силы формирующегося многополярного мира, готовые отстаивать свои интересы и собственные пути развития. Центр мировой экономики необратимо смещается в сторону развивающихся стран. Это естественно. Там, прежде всего, будет развитие. Это страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Эти государства больше не желают быть сырьевыми придатками, источниками дешевой рабочей силы. Они хотят и вполне заслуженно полноценно участвовать в международном разделении труда и добиваются достойной оплаты за свою работу. Это все понимают. Вот посмотрите, Россия, наверное, раньше всех это поняла. Начала активные контакты с африканскими государствами. Мы также пытаемся сотрудничать с ними. Все рванулись в Африку. И смотрите, как на движение России сегодня отреагировал Запад и Соединенные Штаты Америки. Министерство иностранных дел России, да и другие причастные к политике, знают, как американцы пытаются затормозить этот процесс. Не пустить Россию в Африку. Но и вы, наверное, хорошо понимаете, знаете, что Китай уже там. Вот идет борьба за эти страны. Поэтому оттуда, там будет будущий полюс нашего развития. Очень активный. Но это не значит, что мы развиваться не будем. На наш взгляд, совмещение интеграционных усилий в формате Евразийского нашего союза, ШОС и БРИКС будет способствовать созданию крупнейшей коалиции государств. Если мы, как в народе говорят, не прошлепаем, если мы не проспим. К чему это? Пример. В БРИКС сегодня поступило, наверное, Владимир Владимирович, больше десятка уже заявлений, а может и больше. Страны хотят вступить в БРИКС, хотят объединиться, видеть в этом будущее. То же самое происходит в Шанхайской организации сотрудничества. Ну а мы в ШОС и они в БРИКС. Россия является членом БРИКС. Они что? А там полное торможение. Там все отдано на откуп тем чиновникам, которые якобы управляют в аппаратах этих структур. А сегодня момент такой, что надо не идти бежать, бежать, бежать и побыстрее. Надо желающих, ну скажу прямо, подбирать под себя. И тогда, если бы вот БРИКС развернулась, если бы ШОС развернулась, посмотрите, почти 40% шанхайской организации сотрудничества потенциала экономического накопленного уже и какое количество там населения. Если бы эти организации действовали быстрее, совершенно иная политика была бы в организации объединенных наций. Мы ее все чаще критикуем. Но, к сожалению, заместить ООН сегодня нечем, можно критиковать. Но взамен ничего нет. Ну так не ради замены, а ради того, чтобы посмотреть, ну а что будет дальше, нам надо быстрее идти в этом плане. Не столько нам, Беларуси, а им, крупным государством БРИКС и ШОС. Упустим время, мы его никогда не наверстаем. Тот-то сейчас быстрее бежит, тот будет в авангарде в течение пару десятков лет. Поэтому вот надо совместить интеграционные усилия. Я не зря поднимаю этот вопрос. Владимир Ильич, вот не надо России опускать низкоголову в связи с ситуацией сложившейся. Как раз Россия может стать очень сильным локомотивом и в ШОС, и в БРИКС в придании динамике развития этих организаций. Ну и, возможно, о чем мечтает прогрессивное человечество в будущем и объединение их. Россия должна быть очень активной. Авторитет ее, несмотря на то, что тут Запад кричит во всех средствах массовой информации, против России огромен. Россия рискнула бросить вызов однополярному миру. Россия идет в авангарде этих процессов, ну и мы рядом. Поэтому нам надо действовать в этой ситуации. Ни в коем случае не полагаться на ситуативность и на ту ситуацию, которая складывается сегодня в мире. В самом мирном и конструктивном смысле этого понятия. Будет союз стран, объединенных стремлением к экономической, политической стабильности, обеспечению новой архитектуры международной безопасности. Тем более, что ряд государств СНГ и АЭС входят одновременно и в ШОС, и в БРИКС, что закладывает прочный фундамент для успешного продвижения к той цели, которую мы хотели бы видеть. Для развития полноформатных отношений АЭС с приоритетными региональными объединениями дружественными третьими странами необходимо сделать несколько важных шагов навстречу друг к другу. Преодолеть, наконец, как мы часто говорим, этот национальный эгоизм. Надо научиться идти на компромиссы. Выйти на договоренности о пошаговой либерализации условий взаимной торговли. Устранить барьеры, перейти на расчеты в национальных валютах, расширить зоны свободной торговли. Вот без создания более мощных БРИКС, ШОС наших организаций и АЭС и, возможно, их как-то объединения, этот процесс, национальные валюты, зоны свободной торговли будут полумеры. Второе. Ну, это я сказал о позиционировании нашего ЕАЭС. Второе. Промышленная и технологическая безопасность, о чем наш модератор здесь говорил. Промышленная кооперация позволит создавать продукцию под евразийским брендом с максимальной степенью локализации, а также формировать новые импортозамещающие проекты. Более четверти ввозимых в союз промышленных товаров, примерно на 70 миллиардов долларов в год, может быть замещено продукцией национальных производителей. Огромный кусок, дай Бог освоить. Четвертая промышленная революция дает шанс для эффективной реализации импортозамещающих инициатив в реальном секторе экономики на региональном уровне. Вне зависимости от дальнейшей динамики наших отношений с так называемыми западными партнерами, технологический суверенитет и замещение критического импорта останутся основой для дальнейшего развития нашего союза. Для Беларуси приоритетными будут следующие направления, отвечая на ваш вопрос о Беларуси. Так вот о приоритетах Беларуси. Первое. Это развитие производства высокоточного оборудования, оснащенного современными электронной микропроцессорной компонентной базой и программным обеспечением. Реализация следующая совместных проектов по производству электронной оптической продукции, повышение внимания технологиям создания чипов, интегральных схем, технологий беспилотного управления, автоматизации и роботизации обрабатывающей промышленности. Мы это делаем с Российской Федерацией. Немало утрачено. Вот как в микроэлектронике часто об этом говорим. Немало. Но мы и уже немало сделали в этом направлении. Вы заметили. Третий год, как нас пытаются наклонить. Ничего. Практически все летает, что надо. Все взрывается и так далее и тому подобное. Значит, мы что-то можем делать. И мы это делаем уже. Следующее. Изготовление электромеханических систем, включая развитие технологий производства современных мехатронных и электромеханических компонентов, робототехнических систем, системы ЧПУ, а также литий-ионных батарей. Это понятно для чего. Это наша перспектива высокотехнологичности. Знаете, когда я бываю за границей, да и вот здесь говорю, многие думают, ну слушайте, какая-то там Беларусь. Слушайте, что он говорит? Разве это реально? Разве это возможно? Это же будущее. Я же не говорю о будущем. Я говорю, что мы в настоящем это делаем. Почему? Это не потому, что мы, я и еще там кто-то рядом со мной сегодня такие великие. Это потому, что мы стоим на плечах того, что было создано в Советском Союзе. Беларусь развивалась именно как высокотехнологичная республика. А где была электроника, оптика, математика и прочие беспилотники, которые сегодня летают радиоэлектронной борьбы системой, если говорить об армии. Советский Союз у нас это развивал. И наша заслуга состояла в том, моя в том числе, что мы это сохранили. Как бы ни было сложно. Да, немножко подстали. Я часто привожу пример. Вот с президентом России сейчас встречаемся, он все время говорит, ты знаешь, вот микроэлектроника, там сколько, 0,7 нанометров эти. Пока нет у нас новых. Я говорю, производят в мире. И он всегда, вот 0,7, а у нас, говорит, нет. Ну, я так, я говорю, хорошо, мы будем объединять сейчас, делаем это, микроэлектронику, объединяем с Россией, много делаем вместе. И я поехал к конструкторам. И тот, что так начал говорить, президент России нас упрекает, что мы же должны это делать, а мы это не делаем. И один конструктор, я вот за что купил, за то продаю. Он мне говорит, Александр, вы передайте, Владимир Владимирович, что вы расстраиваетесь? Вы хотите, чтобы на наших чипах летал самолет и ракеты? Я говорю, ну да, конечно, надо, американцы же нам не будут поставлять. Он говорит, ну хорошо, у нас, говорит, чипы чуть-чуть побольше. Ну, впихнем мы, дословно, впихнем мы этот прибор в крыло самолета. Летают же, говорит, до сих пор и будут летать. Владимир Владимирович, это человек, который создает это все, знает, как это делать. И вот он мне ответил на этот вопрос. Я углубился в эту проблему. Действительно так. Поэтому не надо умирать, что мы где-то подстали. Надо бежать. Надо догонять и надо создавать. Вот мы с президентом России и наметили такой курс, в частности, на примере микроэлектроники и того, что я перечислил в нашей промышленности. Но для этого надо доверять друг другу. Надо быть вместе. Надо быть ближе. Для этого и создан Евразийский экономический союз. Третье. Энергетическая безопасность. Развитие, углубление интеграционного взаимодействия в энергетике, укрепление позиций ЕАЭС в контексте глобальной энергетической безопасности остается для нас важнейшим приоритетом. Убежден, что эффективная работа экономик наших стран немыслимо без равноправного доступа субъектов хозяйственных к энергоресурсам, инфраструктуре и их транспортировке. Мы должны во что бы то ни стало обеспечить реализацию недискриминационных подходов в области ценообразования на услуги естественных монополий на всем пространстве ЕАЭС. Четвертое. Информационная безопасность. Цифровая повестка союза требует существенной актуализации. В первую очередь это касается интегрированной информационной системы союза, которая обеспечивает совместную работу государственных информационных ресурсов и систем государств нашего союза. Это должны создавать и контролировать мы, не отдавая на откуп американцам или западноевропейцам, как это было раньше. Подготовленные кадры и материально-техническая база у нас есть. Люди готовы в этом направлении работать. Необходимо начать разработку евразийской повестки в области информационной безопасности. Отмечу, что вопросы информационной политики пока не регулируются у нас договором ОЕАЭС. Это недостаток и его нужно нам устранять. Пятое. Продовольственная безопасность. Основа основ. Евразийский регион обладает уникальными возможностями по наращиванию производства и экспорта продовольствия. Нам удается сохранять свободное обращение продукции и избегать введения ограничений на взаимные поставки социально значимых товаров. Уровень самообеспеченности по большинству продуктов уже сегодня составляет по Союзу. Недавно Владимир Владимирович проводил примеры по России. По Союзу. 80-95% по большинству продуктов обеспечено. По зерну 132%. По масличным культурам 151%. Излишки с удовольствием покупают на мировых рынках спрос на продовольствие колоссальный и он растет. Но в этой сфере требует решение следующая задача. Во-первых, определить перечень товаров критического импорта для продовольственного рынка Государственного Союза за счет возможностей собственных действующих производств, их расширения и создания новых. Во-вторых, обеспечить сближение мер государственной поддержки сельского хозяйства и правовых основ ее оказания с учетом национальных интересов стран-участников. Третье, выйти на быстрое проведение цифровизации производственных процессов в растеневодстве и животноводстве. Шестое, экологическая безопасность. Так называемая «зеленая повестка» активно используется контрпартнерами на Западе в качестве одного из инструментов давления и сдерживания экономического развития наших стран. Действующие экономические и экологические нормы Евро-5, 6 и все последующие не имеют ничего общего с охраной окружающей среды. В отличие от Евросоюза, принятые во всех странах ЕС, национальные стратегии устойчивого зеленого развития никого не ограничивают. Они подразумевают прежде всего модернизацию экономик, создание высокотехнологичных совместных производств, пережливое отношение к ресурсам, правильное обращение с отходами повышения экологической культуры, население ответственности бизнеса. Вот именно в таком ключе мы полагаем надо двигаться. Уважаемые участники форума, в заключении хочу еще раз подчеркнуть. Мы развиваем интеграцию не в целях какой-то конфронтации. Президент Путин часто об этом говорит. Мы хотим создать многополярное, равноправное, безопасное пространство для жизнедеятельности. Если мы это не сделаем, будем плести с хвостя. И нас будут постоянно вытирать ноги. Это наша общая цель. И мы готовы много работать для ее скорейшего воплощения в жизнь. Но еще раз подчеркну, сегодня самое главное – это время. Время – это уходит. Жестоко уходит. Мы не можем отстать. И мы не должны отстать. И в этом большую роль может сыграть наш Евразийский экономический союз, поскольку он имеет колоссальные перспективы. Я бы даже сказал, перспективы не меньше, чем ШОС и БРИКС отдельно взятые. Поэтому немало надо сделать. Мы двигаемся в правильном направлении. Терпение и время. И скорость. Желаю всем участникам форума успешной работы. И самое главное – плодотворных контактов. Благодарю за внимание. Я хотел бы обратить внимание на одну мысль, которую высказал Александр Григорьевич. У него много мыслей было в выступлении. По поводу состыковки наших позиций в ЕАЭС, в ШОС, в БРИКС. Мы, как деловое сообщество, сейчас пытаемся тоже выработать предложение, чтобы у нас консолидированные позиции были на всех площадках. У нас есть и деловой совет ЕАЭС, и деловой совет БРИКС, и деловой совет ШОС. И в 20-ке мы активно работаем в различных целевых группах и так далее. Владимир Владимирович, будете смеяться, но у меня бумага лежит в порчеле как раз на эту тему. Хотел бы вам ее предложить, как лучше консолидировать эту деятельность со стороны бизнеса, как минимум. Я хотел перейти к следующей теме, связанной с уникальным географическим положением и уровнем развития, благодаря чему ЕАЭС обладает существенным потенциалом опережающего развития по целому ряду перспективных направлений. И прежде всего речь идет об инфраструктурной связанности, о таких коридорах, как север-юг и запад-восток. Неплохо бы эти коридоры связать между собой. Речь идет и о взаимодействии с третьими странами. Мы в Деловом совете завтра в числе прочего планируем обсудить вопрос создания профильных рабочих органов по транспорту, логистике, инфраструктуре, техническому регулированному. Были бы признательны, уважаемые лидеры, если бы эти предложения и вы поддержали. А вопрос мой к президенту Республики Казахстан, Касыму Жамарту Кемелевичу Такаеву. Уважаемый Касым Жамарту Кемелевичу, как вот в вашем понимании принятая стратегия ЕС до 2025 года, насколько она отражает основные перспективные направления развития нашего Союза с точки зрения Республики Казахстан? И нужно ли уже сейчас задавать новые приоритеты развития, либо дождаться, когда будут реализованы все намерения стратегии до 2025 года? Пожалуйста, Жамарту. Коллеги, я хотел бы от вашего имени поздравить уважаемого президента Республики Казахстан, Касым Жамарту Кемелевичу Такаеву с прошедшим юбилеем. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники форума, прежде всего хочу поприветствовать вас всех. Я думаю, сама идея проведения такого форума очень удачная. И выразить признательность вам, уважаемый Владимир Владимирович, за приглашение. И, конечно же, высокий уровень организации этого мероприятия. Повестка сегодняшнего заседания насыщенная, предлагаемые к обсуждению вопросы актуальны и имеют, безусловно, практическое значение. Желаю всем участникам продуктивной работы. Думаю, что именно здесь зародятся новые идеи, появятся предметные решения, которые обеспечат устойчивое развитие нашего экономического союза на годы вперед. Возвращаясь к словам нашего уважаемого модератора Александра Николаевича, хочу отметить. Действительно, в 2020 году мы приняли стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По сути, была сделана оценка того, что проделано в этой сфере. И, конечно же, предстоит своего рода актуализация целей и задач. На мой взгляд, я думаю, участники форума и, конечно же, мои коллеги согласятся, что сама стратегия является очень серьезным, глубоко продуманным документом. И я хотел бы, пользуясь возможностью, выразить благодарность уважаемому Владимиру Владимировичу за эту инициативу, поскольку я знаю, что он лично работал над содержанием этой стратегии. Конечно же, принимая во внимание колоссальный географический охват Евразийского Союза, развитие инфраструктурной связанности было и остается одним из важнейших приоритетов. Здесь мы работаем сразу на двух уровнях. Внутри союзном, по линии интеграции стран-участниц, в сфере транспорта и коммуникации. И второй уровень – это международный. В рамках реализации международной повестки, развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики с третьими странами. Принимая во внимание в значительной степени довольно быстро меняющуюся картину глобальных товарных потоков, сейчас принципиально важно отслеживать и по возможности создавать новые направления во всем регионе. На Востоке от нас одной из наиболее ярких и масштабных инициатив по построению континентальной стратегической связанности является проект «Пояс и путь» Китайской Народной Республики. Кратно усилился запрос и на торгово-экономическое взаимодействие по линии «Север-Юг». Мы, по существу, находимся в центре этих процессов. И от нас зависит, какую роль мы будем играть в этой новой глобальной экономической реальности. События прошедшего года вновь наглядно продемонстрировали важность развития транспортного коридора «Север-Юг» как ключевого элемента новой глобальной логистики. Данный меридиальный коридор согласовывается с широтным транскаспийским международным транспортным маршрутом. Поэтому мы видим значительную синергию в скоординированном и системном развитии обоих маршрутов. Это не только точка роста для промышленности, транспорта и экономики. Данные маршруты способны в корне поменять уровень взаимодействия и кооперации внутри огромной Евразии. Я об этом говорю не случайно, поскольку именно транспорт и логистика сейчас выдвигаются на первый план международного сотрудничества. По сути дела, на международном рынке идет борьба за обладание транспортами, маршрутами, логистикой и так далее. Это, кстати говоря, прибыльный бизнес для всех государств. Я думаю, что Евразийский экономический союз должен сыграть важную, положительную роль в этом направлении. Крайне важным видится выстраивание эффективного взаимодействия с ключевым политическим партнером Союза, Китайской Народной Республикой. Китай, надо отметить, одновременно является и крупнейшим грузоотправителем, и крупнейшим клиентом. На прошлой неделе у меня состоялся государственный визит в эту страну, в рамках которого мы запустили строительство логистического центра Казахстана в сухом порту Сиане. Мы ожидаем, что данный порт станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран. Также запланирован запуск железнодорожного сообщения на участке Бахты-Айагоз со строительством отдельного погранперехода в Китай. Здесь мы надеемся на плодотворное сотрудничество с Россией, так как проект существенно сокращает расстояние и сроки доставки товаров в Китай не только из Казахстана, но и из Западной Сибири. Еще один важный аспект. Помимо развития физической инфраструктуры, принципиально важно уделять особое внимание созданию мягкой инфраструктуры, то есть цифровизации, упрощению таможенного администрирования и снижению административной нагрузки. В целом же можно без преувеличения сказать, что сейчас мы по сути формируем новый транспортный каркас Евразии. До этого никогда не существовавший. Если подойдем к данному вопросу основательно и сообща, сможем получить значительные экономические и даже политические дивиденды. В данном ключе я думаю, что у нас есть общее понимание, насколько важно полноценное и конструктивное международное сотрудничество. Я здесь согласен и с Владимиром Владимировичем, и с Александром Григорьевичем в отношении актуальности международного сотрудничества. Я с удовольствием вижу здесь руководителей целого ряда международных организаций. Вообще в целом Евразия должен уделять приоритетное внимание развитию международного сотрудничества, повышать свою узнаваемость, ну и конечно же авторитет в международном экономическом сообществе. Естественно, сам авторитет Евразийского союза должен базироваться на конкретных результатах нашей совместной работы в этой организации. Поэтому активное взаимодействие с Китаем, Индией, Вьетнамом, Ираном, Египтом, Израилем, Сербией и другими партнерами является важным индикатором зрелости союза и его торгово-экономической привлекательности. С прошлого года мы начали переговоры по заключению соглашения о свободной торговле с Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Я рассматриваю данные направления как принципиально важные, поэтому ожидаю от Евразийской комиссии продолжения оперативной работы на этом направлении. Теперь хотел бы остановиться на второй половине вашего вопроса, уважаемый модератор, о необходимости и целесообразности определения новых приоритетов развития союза. Безусловно, в любом деле всегда нужно не только разбираться с текущими проблемами, но и планировать работу на перспективу. Также нужно адекватно реагировать на изменения обстановки вокруг. И все это должно базироваться на крепкой основе. Чем основательнее фундамент, тем более прочное и долговечное здание можно построить. Что же является фундаментом нашего союза? Ключевым элементом была и остается полномасштабная реализация договора о союзе. Еще раз хочу подчеркнуть, что Казахстан абсолютно привержен интеграции именно на основе договора от 2015 года. То есть реализация четырех свобод и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов. Это базовые принципы нашей совместной работы. И Казахстан будет продвигать именно эти принципы нашей совместной работы. Я думаю, что перспективы хорошие. И все эти вопросы, безусловно, требуют к себе самого пристального внимания. Думаю, что сейчас ни время и ни место перечислять многочисленные факты, регулярно возникающих, по-прежнему регулярно возникающих взаимных барьеров и ограничений. Я не сторонник того, чтобы драматизировать эту ситуацию, но, в принципе, возникающие проблемы надо решать. Здесь ставки очень велики. Это, как я уже сказал, авторитет самой организации, нашего союза. И мы должны прежде всего показать нашим народам актуальность союза, его эффективность. А для этого нужны выверенные, правильные решения. Я понимаю, что интеграция – это очень сложный процесс. Это очень тонкая работа по приведению всех национальных интересов к единому знаменателю. Но эту работу нам нужно согласованно вести. Иначе, как убедительно говорил Александр Григорьевич, время бесповоротно уходит вперед, время остается очень мало, нам нужны конкретные результаты. Предстоит создать полноценную бесшовную среду взаимодействия на рынке союза. Значительное количество поставленных и задекларированных целей еще ждут своего достижения со стороны государств-участников союза. На мой взгляд, прежде всего, нам нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках союза. Не сделав это, трудно оставить перед собой еще более амбициозные цели. То есть, нам не нужно забегать вперед, нужно работать абсолютно прагматично. Прежде чем внедрять что-то новое, стоит приложить максимум усилий, чтобы заработало то, что запланировано нами. Важно понимать, что экономическая интеграция – это не самоцель. Это одно из средств развития экономик и благосостояния народов государств-участников. Поэтому главное мерило успеха экономической интеграции – не количество стратегий, договоров и решений, а новые производства, технологии и рабочие места, о чем убедительно говорили мои предшественники на этой трибуне. Для нас интеграция в рамках Евразийского экономического союза прежде всего носит экономический характер, как это зафиксировано в договоре 2015 года. Любые другие сферы, которые упоминаются в стратегии, безусловно, имеют право на существование, но их нужно рассматривать через призму экономики прежде всего. Это абсолютно не значит, что мы не хотим развивать социальное, культурное, гуманитарное сотрудничество со своими ближайшими партнерами. Мы хотим это делать и делаем, в том числе и на двусторонней основе. Но, коль скоро мы здесь собрались, именно на заседании Совета Евразийского экономического совета, мы должны, союза, мы должны говорить о необходимости реализации, полнокровной реализации договора от 2015 года. Есть другие организации, довольно успешные в постсоветском пространстве. Это Содружество независимых государств, Организация договора о коллективной безопасности. В конце концов, есть и формат двустороннего сотрудничества. Поэтому мы должны четко определиться с форматами, где, в какой организации мы должны предпринять какие-то действия с целью принятия соответствующих решений. Ресурсы, в том числе интеллектуальные ресурсы, нам ни в коем случае распылять нельзя. Кроме того, есть еще один деликатный момент, так сказать, концептуальная реальность или специфика, которую нам нужно учитывать. Это наличие в рамках Евразийского экономического союза союзного государства в лице Белоруссии и России. Концептуальная идеологическая основа этого союза достаточно серьезная. Это взаимное признание исторической общности белорусского и русского народов, признание культурной, языковой, религиозной идентичности, то есть признание наличия одного народа. Один народ, одно государство. У нас есть в Евразийском экономическом союзе союзное государство, то есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен, как хотите, создание государства по формуле две страны, одно государство. С единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, но я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. Поэтому есть другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях? Это вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю, в том числе и на этом экономическом форуме, обсудить данную проблему. Теперь, что касается... Что касается экономического союза, то наиболее важным является для нас вычленить основные интересы и устремления в экономической, индустриальной, торговой повестке и привести их к единому знаменателю. И это без преувеличения колоссально сложная и амбициозная задача. Требуются высочайшие знания, дипломатические навыки, но самое главное – конструктивный настрой и учет интересов партнеров. Поэтому мы с большим вниманием относимся к деятельности Евразийской экономической комиссии. Я считаю, что в Евразийской экономической комиссии должны работать самые подготовленные чиновники, представляющие правительство наших стран. Наиболее квалифицированные эксперты в тех или иных областях. И мы, конечно же, должны подумать о том, как улучшить их социальный пакет, как стимулировать их работу. Я полагаю, что главы государств, если такой вопрос будет поставлен, согласятся с таким предложением. Нам нужно подумать, как работу в Евразийской экономической комиссии, в аппарате Евразийского экономического союза сделать более привлекательной, чтобы именно лучшие кадры стремились туда попасть и показать свою квалификацию. И в завершение хочу еще раз поблагодарить Российскую Федерацию, лично Владимира Владимировича Путина, а также комиссию за организацию и содержательное наполнение мероприятия. Впереди у нас очень много работы. Завтра предстоит насыщенный день. И повторять, что данный форум очень полезный. Благодарю вас за внимание. Я надеюсь, поскольку мы сейчас находимся в середине евразийской пятилетки до 2025 года, еще ровно 2,5 года, то многие задачи, намеченные в стратегии, будут реализованы и будут базироваться на договоре об экономическом союзе 2015 года. Поэтому будем надеяться, что будет сочетаться и адаптация, и корректировка, постановка новой задачи и исполнение всего задуманного при создании в ЕС. И если говорить о новых инструментах и институтах, то неизбежно время идет, почти 10 лет прошло. И мы говорим сейчас действительно о новых таких инструментах, как, например, Евразийская перестраховочная компания. В прошлом году было принято решение о ее создании. Есть потребности в других новых институтах, таких как, например, Евразийское рейтинговое агентство. В прошлом году в ходе пленарной сессии первого Евразийского экономического форума мы говорили о таком инструменте, как и евразийские торговые дома. Идет продвижение по всем этим вопросам. Бизнес подключился активно. Будем надеяться, что эти инициативы будут реализованы. Мой следующий вопрос президенту Киргизской республики Садыру Нургожоевичу Жапару. Садыр Нургожоевич, какие шаги в области развития евразийских институтов необходимо предпринять? Что из того, что уже создано, требуется поддержать? И какие, может быть, новые направления вы видите с точки зрения соответствия интересам и бизнеса, и общества наших стран? Пожалуйста, к трибуне прошу вас, Садыр Нургожоевич. Кстати, когда Садыр Нургожоевич первый визит в качестве президента нанёс в Российскую Федерацию, на площадке РСПП он провёл встречу с российским бизнесом с участием представителей власти и бизнеса Киргизской республики. Этот пример предлагаю тиражировать. Спасибо, Александр Николаевич. Прежде чем отвечать на ваш вопрос, хочу сердечно поприветствовать всех участников Евразийского экономического форума и поблагодарить Владимира Владимировича за высокий уровень организации данного мероприятия. Несмотря на то, что данный форум проходит только во второй раз, форум доказал свою востребованность и значимость для обсуждения важных и актуальных вопросов евразийской экономической интеграции. Переходя к первой части вашего вопроса относительно шагов в области развития евразийских институтов, хочу отметить, что неизменным приоритетом Кыргызстана в Союзе является усиление роли Евразийской экономической комиссии и суда ЕАЭС в части устранения барьеров на внутреннем рынке нашего объединения. Эти институты должны стать действенными над национальными органами, способными оперативно решать спорные ситуации в передвижении товаров. Для этого они должны иметь полномочия по проведению расследований о нарушении государствами-членами права ЕАЭС с установлением четких сроков для устранения таких нарушений, а также возможностью подачи исков суд ЕАЭС о неисполнении государствами-членами решений в рамках Союза. Отмеченные вами институты, такие как Евразийское рейтинговое агентство и торговые дома, а также реальные потребности не только евразийских экспортеров и производителей, с учетом складывающейся ситуации, в том числе различных ограничений, набирают особую актуальность также и для финансовых и государственных институтов. Евразийский экономический союз становится самостоятельным и самодостаточным полюсом экономического развития, и он может самостоятельно обеспечивать потребности участников внешнеэкономической деятельности. Создание Евразийского рейтингового агентства наряду с устранением ограничений, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательства, позволило бы повысить уровень финансовой независимости стран Евразийского региона и активизировать инвестиционную деятельность. Я уверен, что защита интересов бизнеса и их поддержка со стороны государства является приоритетной задачей во всех странах ЕАЭС. В этом плане, полагаю, необходимо проработать вопрос целесообразности учреждения института бизнес-омбудсмена в Союзе. Создание такого института, по моему мнению, способствует усилению потенциала бизнеса, учёта мнения и защите прав субъектов предпринимательства. В конечном итоге такой институт поможет нам минимизировать барьеры на внутреннем рынке Союза и сформировать механизм досудебного решения возникающих вопросов. Касательно второго вопроса, по поддержке бизнеса и общества подчёркиваю, что основными целями ЕАЭС являются создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, а также всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик. В нашем объединении человек находится в фокусе нашего внимания, то есть каждый человек, каждый гражданин должен чувствовать себя на территорию любого государства-члена, как у себя дома. А для этого надо обеспечить свободу их передвижения, обеспечить равные права на трудостройство, на получение образования, повышение квалификации, здравоохранение и спорт. В этой связи мы видим важной задачей реализацию общесоюзных проектов и программ в этих и других различных областях. В части поддержки бизнеса мы все на национальном уровне применяем различные виды и механизмы поддержки. При этом в силу своих институциональных и финансовых возможностей развитие подобного рода институтов в каждой стране находится на разной стадии формирования и развития, а также сильно различается по объемам и уровню представляемой поддержки. Поэтому в Союзе разрабатываются различные механизмы финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса, в том числе производителей и экспортеров. Завтра на заседании Высшего Евразийского экономического совета мы рассмотрим вопрос оказания финансового содействия с совместным кооперационным проектом в отраслях промышленности с конкретным источником финансирования. Это позволит увеличить объем совместного производства, стимулировать рост инвестиций и создать дополнительные рабочие места. Уверен, что мы должны и далее расширять создаваемый механизм за счет стабильных источников финансирования, включая поступление ввозных таможенных пошлин. Данный инструмент может быть использован для поддержки в реализации проектов и в других сферах экономики, к примеру, в развитии транспортной и логистической инфраструктуры, внедрении новых технологий и инноваций, а также в сфере энергетики. Еще один важный аспект – это объединение систем стратегического планирования государств-членов с тем, чтобы разрабатывались нужные и необходимые программы и проекты. В связи с чем, по моему мнению, нам необходимо создать наднациональный институт развития ЯЕС, выполняющий функции по подготовке, аналитическому сопровождению и финансированию интеграционных проектов на примере Агентства стратегических инициатив Российской Федерации. В свою очередь, деловой совет ЯЕС в лице консолидирующей структуры всего евразийского бизнеса должен не только активно участвовать во всех интеграционных процессах, но и активно выдвигать инициативы, которые необходимы для наращивания потенциала наших деловых кругов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Садар Нургожевич. И хотел бы перейти к теме, связанной с такой состыковочной темой между экономикой и социально-трудовой сферой. Хотя Касым Жамар Кемельевич сказал о том, что чисто экономические проблемы должны решать в соответствии с базовым договором. Но есть тема, которая относится и к экономике. Это кадры, рынок труда, занятость, профессиональные компетенции. И одновременно это существенная часть социальной проблематики. И я хотел бы обратиться к Геру Гербердовичу Григоряну, который представляет Республику Армения на нашей сессии, вице-премьеру правительства Армении. Насколько я понимаю, Никол Ваваевич завтра присоединится к заседанию Высшего Евразийского экономического совета. А сегодня Гергорь Гербердович вам, как говорится, отвечать на этот вопрос. И прежде всего, что видится вам с точки зрения развития человеческого капитала Евразийского союза, ну, с учётом позиции Армении, конечно. Пожалуйста. Александр Николаевич, спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы государств, территория нашего союза – одна из богатейших в мире по насыщенности природными ресурсами и полезными ископаемыми. Но самым ценным нашим богатством, безусловно, являются, конечно же, люди. Без всяких сомнений, именно от людей и их мотивации зависит эффективность достижения целей и нашего конкурентного преимущества. Основной смысл нашей интеграции, с учётом всех формальных определений, это развитие человеческого капитала как главного потенциала и будущего Евразии. К сожалению, несмотря на огромный научный и ресурсный потенциал союза, высокий уровень образования наших граждан, пока нельзя констатировать, что лидерство в мировом технологическом и техническом прогрессе сохраняется за нашими странами. Кардинально меняющийся мир и высокие темпы развития требуют непрерывного потока новаторских идей и современного творческого подхода для эффективного решения глобальных задач. Причём ценные инноваторские идеи востребованы во всём мире и, естественно, мигрируют в наиболее благоприятную среду. Поэтому нам вместе необходимо создать именно такую среду в Союзе. По оценкам экспертов, в странах с наиболее развитой экономикой в среднем 60% прироста национального дохода определяется приростом современных знаний, навыков и уровнем качественного образования. Вопросы реализации человеческого потенциала актуальны в любых геоэкономических реалиях. Очевидно, что сегодня профессионализм и профессиональная компетентность наших граждан должна быть опережающей и в смысле качества, и в смысле ёмкости. Инвестиции в образование и науку в глобальном смысле сегодня считаются самыми рентабельными и оправданными. Причём это касается и государственных инвестиций, и частных, и смешанных, которые стимулируются государством. Ведь самый востребованный актив в сегодняшнем мире – это профессионал. Текущий высокий темп технологического развития, уровень и темпы цифровизации процессов в целом меняют традиционное описание занятости и рабочего места. Систем профессионального развития человека, его карьерного роста. Мы должны учитывать, что новая конкурентная среда, новая логика мобильности кадров и структуры рабочих мест, новая среда фриланса, новые возможности реализации знаний – всё это дополнительный залог устойчивого развития государств и интеграционных объединений. При этом в списке первоочередных задач, конечно же, будут по-прежнему доминировать социальные гарантии граждан, их здоровье и качество жизни. Динамика развития сфер здравоохранения и социальной защиты в наших странах должна соответствовать общим темпам развития в глобальном масштабе. Очевидно, что в ближайшем будущем рынки образовательных и медицинских услуг станут глобальными и увеличат свою долю в мировой торговле услугами. И с этой точки зрения нам уже сейчас необходимо использовать и расширять их экспортный потенциал, что в свою очередь позволит справедливо оценивать качество таких услуг у нас в Союзе и их конкурентноспособность. Какие еще шаги необходимо предпринять? Прежде всего, нужно учитывать, что у нас у всех разные налоговые режимы, стоимость энергоносителей, логистические возможности, источники бюджетных поступлений, потенциалы защиты от глобальных кризисов и негативных явлений, механизмы мер поддержки бизнеса. Соответственно, стратегическое и экономическое содержание нашего взаимодействия должно происходить с учетом этих фундаментальных факторов. Нам необходимо учитывать, что в основе современного экономического роста лежит технологический прогресс. Повышается значение научно-технической, инновационной и образовательной политики. С учетом данных факторов мы, в первую очередь, должны перманентно и системно идентифицировать и описывать консолидированные экономические выгоды нашего взаимодействия и указывать на их очевидное доминирование. При таком подходе наши стратегии развития человеческого капитала станут более дистинными, синхронными и качественными, что приблизит нас всех к главной стратегической цели – здоровье, образование, обеспеченность и, почему нет, счастливая и безопасная жизнь наших граждан. Благодарю за внимание. Спасибо, Георгий Гербитрович. Уважаемые коллеги, практически во всех выступлениях и президента Российской Федерации, и президента Республики Беларусь, и президента Республики Казахстан обращалось внимание, что одно из основных направлений деятельности Евразийского Союза на международных треках – это сотрудничество с партнерами из третьих стран. И, безусловно, Китайская Народная Республика здесь занимает особое место. Об этом подробно сегодня говорилось. Мы вместе работаем над сопряжением. Такой термин введен был специально применительно к нашему сотрудничеству между ЕС и Китаем с сопряжением пояса и пути и евразийской экономической интеграцией. ЕС и КНР подписали, как известно, непреференциальное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, бизнес-сообщество тоже находится на этом треке. Мы сейчас ведем консультации, как деловой совет ЕС с нашими китайскими партнерами о создании бизнес-диалога ЕС-Китай. Ну, безусловно, и Китаю, насколько мы понимаем. Интересное сотрудничество с нашим союзом. Вчера на состоявшемся российско-китайском деловом форуме в Шанхае с участием премьер-министра России обсуждали в том числе и проекты не только двусторонние российско-китайские, но и проекты, в которых заинтересованы и страны-члены ЕС, в том числе связанные с инфраструктурой, логистикой и так далее. И в этой связи, наверное, интересно всем вам, уважаемые коллеги, будет послушать послание председателя КНР, товарища Син Цинь Пиня, сегодняшнему нашему форуму. Прошу его запустить. Уважаемый президент Путин, коллеги, дамы и господа, друзья, очень рад в онлайн-формате присоединиться к вам на втором евразийском экономическом форуме. Выражаю сердечную благодарность президенту Путину за любезное приглашение. В современном мире происходят беспрецедентно глубокие перемены, характеризующиеся формированием многополярного мироустройства и необратимой тенденции экономической глобализации, отстаивание истинного мультилатерализма и содействие с координированному развитию регионов широкий мировой консенсус. Евразия – самый населенный континент с наибольшим количеством стран и самыми разнообразными цивилизациями. Перед лицом турбулентного и быстро меняющегося мира «Какой путь нам выбирать для сотрудничества на этом континенте?» От этого зависит не только благосостояние населения в регионе, но и судьба всего мира. Ответ Китая на такой эпохальный и исторический вопрос недвусмысленен и весьма ясен. В рамках моих инициатив по глобальному развитию, глобальной безопасности, глобальной инициативы цивилизации я призвал построить чистый и прекрасный мир, где царит долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность. Содействовать формированию сообщества единой судьбы человечества. Текущий год ознаменован десятилетием выдвинутой мною инициативы «Один пояс и один путь». Ее отправная точка и конечная цель в том, чтобы открыть новые возможности для совместного развития и проложить путь к благополучию стран мира. С удовольствием отмечу, что Евразийский экономический союз в духе открытости, взаимной выгоды и общего выигрыша поддерживает тесные контакты с государствами региона, с ШОС и другими многосторонними механизмами, работает над построением пространства, совместного развития и добивается ощутимых успехов. Развитие Китая как члена большой евразийской семьи неотделимо от Евразии и приносит выгоду евразийскому региону. Китай – самый крупный торговый партнер Евразийского экономического союза. В прошлом году двухсторонний товарооборот составил 243,6 миллиардов долларов США, увеличившись на 31%. Наблюдается хорошая динамика роста и огромный потенциал сотрудничества. В рамках государственного визита в Россию в марте мы с президентом Путиным вышли на новые договоренности о сотрудничестве по сопряжению «Один пояс и один путь» с Евразийским экономическим союзом. Китайская сторона искренне заинтересована в углублении и конкретизации сотрудничества в этом направлении. Готова к объединению усилий и укреплению взаимодействия в интересах новых перспектив сотрудничества на Евразийском континенте. Во второй половине текущего года в Китае пройдет третий форум международного сотрудничества «Один пояс и один путь». Мы готовы совместно с единомышленниками ПАОПОП и государствами-членами Евразийского экономического союза под знаменем мира, развития, сотрудничества и взаимного выигрыша делиться возможностями, вместе преодолевать трудности, открывать новые горизонты во имя прогресса и цивилизаций формирующегося многополярного мира. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, мы видим из выступления председателя Си Цзиньпини о том, что несмотря на давление со стороны целого ряда иностранных государств, партнерские отношения с ЕС привлекательны для большинства стран и международных институтов. И будем надеяться, что и реализация проектов в рамках сопряжения, интеграции евразийской с «Один пояс, один путь» проектом наших китайских партнеров сыграет на повышение привлекательности и Евразийского экономического союза. На наших глазах формируется довольно много таких сетевых, я бы сказал, макро- и межрегиональных интеграционных платформ. И, безусловно, среди них мы не можем не назвать большое евразийское партнерство, с инициативой создания которого еще в 2015 году Владимир Владимирович Путин выступил. И в этой связи я хотел бы спросить Михаила Владимировича Мясниковича, председателя коллегии Евразийской экономической комиссии, поделиться соображениями о том, что нужно сделать, чтобы ЕС стал точкой сборки и драйвером формирования большой Евразии. Как укрепить международные позиции союза, как сделать евразийскую интеграцию более полезной для наших стран и бизнеса для граждан и более привлекательной для внешних партнеров. Пожалуйста, Михаил Владимирович. Спасибо за вопрос. Я постараюсь изложить некоторые подходы, но в первую очередь я хотел обратиться к главам государства и от имени коллегии Евразийской экономической комиссии сердечно поблагодарить вас, уважаемые лидеры государств, за личное участие во втором Евразийском экономическом форуме. Спасибо большое. Повестка... Повестка форума очень насыщенная. 35 панельных сессий, 7 тематических направлений прибыло около 3 тысяч участников из всех стран союзов и 50 иностранных государств. В чем новизна форума 2023 года? Участники обсуждают множество вопросов, но главное, что превалирует, это взгляд на перспективу союза, переход Евразийского экономического союза к полноформатному экономическому развитию. Значит, есть доверие, есть уверенность в состоятельности союзных отношений. Впервые в работе форума принимают участие регионы наших стран. Интересные предложения выработали представители союзов промышленников и предпринимателей, торгово-промышленных палат, молодежь. Уважаемые главы государств, вы создаете постоянно высокие темпы функционирования Евразийского экономического союза. Принимаете важные стратегические решения. Проводимую работу высоко оценивают государственные органы, бизнес, граждане наших государств. Например, введем во исполнение ваших поручений работу по климатической повестке. Сегодня на форуме мы подвели итоги конкурса «Зеленая Евразия». 293 заявки от крупных и маленьких и средних компаний из всех стран нашего союза. Есть много проектов из регионов. Участники форума предлагают конкретные проекты в развитии инициатив и предложений глав государств и правительств стран Союза. Ваши идеи и поручения настоящего пленарного заседания принимаются к безусловному исполнению. Уважаемые участники форума, ключевым фактором развития на перспективу является инвестиционная деятельность. Необходима общесоюзная программа импортозамещения. Технологический суверенитет предполагает решение масштабных задач по развитию электроники, станкостроения, производства лекарств, созданию химических и биологических предприятий высоких технологий. Необходимо определяться с источниками финансирования и мотивационных механизмов в этих целях. Наши страны обладают соответствующими компетенциями. Просим поручений глав государств по решению этих задач объединенными усилиями. Комиссия может организовать эту работу, примет в ней самое активное участие. Совместная инвестиционная деятельность и создание на рыночных взаимовыгодных принципах мощных трансевразийских компаний повысит конкурентоспособность экономик стран ЕАЭС и укрепит сопряжение государств-членов Союза за счет коммерческой выгоды участников. Важнейшим направлением устойчивого экономического развития является формирование глобальной транспортно-логистической системы. Полагаю, что необходимо нам в Союзе иметь объединенную транспортную систему под единым управлением, сформированным с учетом суверенного участия государств-членов. Такой подход позволит не только устранить препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС, но и совместно со странами ШОС сформировать трансконтинентальный логистический мегапроект, что станет практическим наполнением инициатив «Один пояс, один путь» и транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг». Уважаемые участники форума, высокий уровень взаимных торговых и производственных отношений в Евразийско-экономическом союзе состоит предпосылки для очередного шага интеграционного сотрудничества, системной практической реализации идеи формирования Большого Евразийского партнерства. Данное предложение основано на следующем. Во-первых, формирование каркаса Большого Евразийского партнерства предполагают уже принятые Советом глав государств членов ШОС документы. Евразийская экономическая комиссия и секретариат ШОС в пределах своих компетенций разработали план действий на 2023-2025 годы. Во-вторых, определенное окно возможностей открывается в сфере таможенного регулирования и контроля. Евразийская экономическая комиссия делает ставку на формирование единой системы таможенного транзита в Евразийском экономическом союзе, что позволит начать работу с третьими странами по интеграции их национальных и нашей союзной транзитных систем. Третье. Важнейший вопрос нормы технического регулирования санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля. Они у нас в Евразийском экономическом союзе унифицированы на современной основе и могут быть предложены для гармонизации всем государствам в Евразии, а значит, эффективному взаимному доступу на рынки сторон. Полагаю, что выход на реализацию крупных инфраструктурных проектов Евразийского экономического союза и изложенные мною направления могут рассматриваться как часть будущей концепции Большого Евразийского партнерства и формирования центров сборки международных партнеров. Конечно, потребуется детальная проработка вопросов и безусловное уважение национального суверенитета, участвующих в интеграции государств. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Михаил Владимирович. Будем надеяться, что ЕЭК, Евразийская экономическая комиссия, сделает всё для того, чтобы Евразийский экономический союз был центром сборки наших партнёров и взаимодействия с другими интеграционными группировками. Уважаемые коллеги, мы завершаем нашу пленарную сессию. Я также хотел бы присоединиться к словам благодарности в адрес лидеров, участников сегодняшней дискуссии. Мне кажется, что у нас конструктивная дискуссия, она носила комплексный характер, мы обсудили большой круг тем и глубоко погрузились в каждую из этих тем. И это даёт основания полагать, что перспективы развития евразийской экономической интеграции вполне благоприятны. Надеемся, что результаты нашего форума и пленарной сессии, и многочисленных панельных дискуссий будут полезны и главам государств, и национальным правительствам, и Евразийской экономической комиссии. Со своей стороны готов дать гарантии того, что бизнес-сообщество, в том числе и в лице делового Совета ЕС, внесёт свою лепту в решение всех этих задач. Спасибо за работу, товарищи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ